Девушки отдыхают Вот это самая главная арка Мужчины должны проходить с правой стороны, а женщины с левой Так, если женщина слева, то мне туда Вообще, местность Юсхатын это священное место Поэтому необходимо пройти очищение и получить благословение у духов земли Ой, что-то я походу не так делала Вы можете объяснить? Вот эта тюрга, это называется тюрга благодарности То есть ты благодаришь высших сил, высшие духовные силы За то, что ты прожила этот год И просишь возможности прожить еще один год Затем берешь конский волос Макаешь немножко в масло и кладешь его в огонь Вот это у тебя будет благодарность высшим силам, высшим ае Потом этот холом-танк Обходишь по восходу солнца один раз И затем идешь вон к белой уроса за арчем Где-то здесь должна быть белая уроса, где должно проходить благословение А, вот она Вот здесь и живет Девугой Авин Здравствуйте, с праздником! Что это за очередь? Ну, здесь мы получаем благословение солнца и духов Вы прошли очищение Ну, вы чувствуете, что вы очистились? Да, это очень замечательный обряд И я очень рада, что мы смогли здесь побывать Значит, вы все нам посоветуете туда сходить, да? Да Если у кого есть время, я советую сходить Это очень замечательно Спасибо Приезжайте к нам в Якутск Только на Исехию летом здесь Можно очиститься от всех-всех-всех грехов Здравствуйте, с праздником вас! А это что такое? Это обряд Алгазулыга называется И обязательно надо снять обувь Желаю здоровья своим друзьям Желаю здоровья своим родственникам Желаю здоровья себе Пусть мой рот процветает Пусть мой рот процветает Пусть мой рот процветает Пусть мой рот процветает Так, посмотрим, что здесь написано Это означает, что в сердце всегда должна быть любовь А у меня любовь всегда есть Я очистилась и получила благословение Это дерево называется Алмаз. Девочки проходят внутри по часовой стрелке, а мальчики снаружи. Якуты очень чтят это дерево. Кстати, если вы заблудитесь, то приходите к этому древу жизни. Я приехала из Москвы, и это первый раз, когда я здесь на празднике. А, понятно. Но как вам, нравится? Да, первые впечатления просто замечательные. Так много нарядных людей, такие красивые обряды, которые мы прошли. Все очень здорово. А что это за стол? Самый большой стол, который называется «Стерге», который сделан из латуни. И там это очищение. Очищение здесь получают. После очищения целый год не болеешь. Просим, все молча тихо стоят и просят божество, чтобы дал здоровье. Удачу во всех делах. А это ехать по якутскому духу празднику? Духу. Хорошо. Спасибо. Как раз на этом месяце заканчивается обряд очищения. Люди подходят в столбу, прижимаются к нему и просят здоровья для своих близких. Сам же праздник Исех заканчивается встречей солнца. Люди протягивают руки к солнцу и заряжаются доброй положительной энергией на весь год. Ну, опять телефон разрядился. У кого-нибудь есть зарядка? Нет. Между прочим, можно без зарядки обойтись картошкой. Что? У меня есть один знакомый. Хотите посмотреть его научное шоу? Да, давай. В Москве прошло международное научно-популярное мероприятие, посвященное роботам и робототехнике «Бал роботов-2014». Здесь были представлены самые современные роботы и роботизированные технологии со всего мира, интересные для аудитории всех возрастов. Ребята из телестудии «Артистни» остались в стороне и решили заглянуть в мир новых возможностей. У меня к вам есть одно условие, ребят. Давайте будем ходить все вместе, разбегаться не будете. Вас очень много, я один, и мне будет тяжело очень всех перекричать. Договорились? Да. Ну что, я предлагаю брать все внутрь-то. Поехали. Данному роботу уже около 7 лет, то есть его выпускают довольно давно. Это терапевтический робот, который приехал к нам из Японии. Он используется для реабилитации людей, которые не могут позволить себе в данный момент завести животное, но нуждаются в релаксе и в положительных эмоциях. Для участия в робофоруме 2014 приглашены более 20 международных и российских звезд робототехники, ведущие мировые эксперты, фоторологи, нейробиологи, промышленные дизайнеры и журналисты. Каких экспонатов здесь только не было. Интерактивный робот-гуманоид «Теспион» из Англии, робот-андроид «Нау», слепой робот «Блайнд» и многие другие. Это блайнд-робот или слепой робот. У него ничего нет, то есть у него лишен канал восприятия основной, это зрение. Есть только две чувствительные руки с тактильными датчиками, благодаря которым он просто ощупывает объекты. Это прототип слепого человека. То есть главная цель – ощупать, осознать объекты, то есть понять, что стоит перед ним. Это больше как арт-объект, конечно же. Все желающие также могли посетить интерактивные и образовательные программы, попробовать себя в роли инженера, освоить базовые навыки проектирования, программирования и сборки роботов в настоящей роболаборатории с 3D-принтером. Я специализируюсь на 3D-печати, то есть мы смотрим различные режимы 3D-печати, как это лучше делать, в принципе изучается этот рынок и выбирает самое лучшее. Мне понравились как бы все роботы, но больше мне привлек внимание пылесос, потому что можно его просто пустить по комнате и ничего не делать. Через студию артист желает всем хорошего настроения. Бау-роботов оставил в каждом ребенке незабываемые впечатления. Вполне возможно, что после такой выставки кто-то из нас станет инженером-программистом и будет творить будущее. Да ну, с этой наукой все так сложно. Но я бы так не сказал. Между прочим, все научные открытия были сделаны совершенно случайно. Неужели? Прикинь? Слушайте. Ученый Исаак Ньютон, а может быть и Ньютон, пытался раз открыть закон, что тайной окутан. Не найдя проблемы суть и тайны не проведав, прилег под яблони взрывнуть часок после обеда. Но только вздумал он дремать, похрапывая сонно, детишки яблок своровать, пробрались в сад Ньютона. Дряхнули древо, взобравшись на самую верхушку, и яблоко свалилось вниз. Ньютона на макушку. Сперва опешился Ньютон, но вдруг пришло прозрение. Вот это да! Воскликнул он. Да это ж тяготенье! Закон открыт! Ньютон вскричал. Я расколол твердыню. По яблоку он детям дал, а мог бы дать им дыню. И с той поры до наших дней, твердят отцы и деды, нет яблок слаще и вкусней, чем с дерева соседа. Это была программа Фатин. До встречи!